Вот наша газовая труба. Год назад мы подключили газ и практически сразу нас подали в суд. Недолго Наталья Гордеева и ее семья радовались тому, что долгожданный газ зашел в дом. Компания СИПТЕХПРОМ, владелец трубы, в которую сделали врезку, начала требовать, чтобы в течение двух недель люди компенсировали 150 тысяч рублей. А после основной абонент и вовсе подал на Гордеевых в суд. Правда, в иске сумму снизил до 98 тысяч. Но от этого не легче, говорит женщина. Он объясняет, что мы не вкладывали средства в этот газопровод. Хотя изначально, когда-то, давно-давно, лет 10 назад мы вкладывали средства в этот газопровод. Когда он предполагался на самом начальном этапе, в 2013 году. Одни семьи еще 10 лет назад за прокладку магистрали заплатили по 45 тысяч рублей. Гордеевы в общей сложности отдали 135 тысяч. Однако газ в итоге завели в дом лишь когда стартовала бесплатная программа дегазификации. Но даже после этого семья осталась должна. Газпром сделали все быстро со своей стороны. Они заключили договора, и у нас очень много жителей заключили договора с Газпромом. И СИПГАЗ эксплуатация, то есть трехсторонние договора были заключены. Все сделали быстро. И то есть компания, которую Газпром наняла, они тоже все быстренько приехали, сделали газовые сети. Мы довольны, живем с газом и радуемся. Но вот подводит та ситуация, что объявился владелец газовых сетей и требует с нас денег. Мы отставим все-таки позицию о том, что граждане были подключены в рамках социальной дегазификации. А это в свою очередь предполагает подключение безвозмездно к сети газового распределения. Но так не считает основной абонент газопровода. И отказывает во врезке в магистраль другим жителям поселка. Вот такие сообщения поступают людям от собственника трубы. С вашего района активно поступают заявки на бесплатное подключение к нашему газопроводу. Не тратьте время и не компенсируя затраты на его строительство и содержание, получить газ не удастся. Ничего нет бесплатного, где есть частная собственность. Собственно, ту же позицию озвучил руководитель компании Сиптихпром Константин Лешкевич, до которого нам удалось дозвониться. От официального комментария он отказался, но в ходе разговора пояснил, что в несправедливой, с его точки зрения, ситуации, справедливую точку как раз и поставит суд. По мнению юриста семьи Гордеевых, закон в этом смысле как раз однозначный. Если в населенном пункте есть газовые сети и технологически к ним возможно присоединиться, частник не вправе отказывать в подключении. Кроме того, с 2021 года за подведение газа к своему участку люди платить не должны. Или за свой счет вкладывать только, или помогут государства нам все-таки. Жители Мирного далеко не единственные, кто не может добиться положенного им по закону бесплатного газа. Большой газовый скандал произошел в Бийском Заречи. По данным информационного агентства «Атмосфера», весной прошлого года Бийским следственным управлением МВД был возбужден ряд уголовных дел о хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием при газификации домовладений. Любопытный факт. В деле рассматривается деятельность компаний, принадлежащих предпринимателю Константину Лишкевичу, одной из которых является все та же СИПТЕХПРОМ. Граждан это затрагивать никак не должно. К чьим сетям это было подключено. В данном случае права жильцов не должны нарушаться такими нюансами. А пока разбирательства и судебные процессы продолжаются, жители Барнаульского, Мирного и Бийского Заречья продолжают оставаться заложниками ситуации, в которой законное право людей на бесплатное подключение долгожданного газа наткнулось на корыстное желание частных лиц нажиться на жителях. Достало уже. Это вот 10 лет эта тяжба идет. Вот они стоят, трубы как это, музейный экспонат. По всему поселку причем. Окончательное решение по семье из Барнаульского поселка суд, скорее всего, вынесет до конца февраля. Гордеевы, как и все остальные жители микрорайона, надеются, что решение будет не в пользу частной компании. Наталья намерена отстаивать правду до конца, вплоть до Верховного суда. Иначе в Мирном по-прежнему не будет мирно без бесплатной дегазификации. Газ для многих в поселке так и останется голубой мечтой. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.